Еще недавно с проблемой переизбытка специалистов столкнулись выпускники с высшим образованием в областях права, бизнеса и администрирования, в том числе экономисты и юристы. Теперь эту участь настигла и специалистов в сфере IT. Скорость появления новых вакансий замедляется, а зарплаты уменьшаются. Без опыта в эту сферу будет крайне тяжело попасть. Большой спрос на специалистов и большой хайп связан с тем, что надо вот эти позиции занять, но по определенным причинам компании невыгодно брать именно существующих специалистов, имеющихся на рынке. Найти работу без опыта, ну, очевидно, сложнее, чем с опытом, но возможности есть, просто это вопрос активного участия в этом студента, то есть, или, ну, человек, который ищет работу. То есть, вот очень, почему-то большая такая иллюзия, что, ну, вот, я такой молодец, опять же, вот я тут столько все закончил, пятерки в дипломе получил и пришел. Ну, нет, то есть, на это, как бы, это не главное. То есть, главное себя показывать постоянно, главное получать опыта, приходить на стажировки, на хакатон, на интервью даже. Есть, как бы, в IT-сфере абсолютно такой, ну, справедливая история, что люди приходят на собеседование не для того, чтобы получить работу, а чтобы себя проверить. Сфера информационных технологий стала лидером по привлекательности для трудоустройства на рынке труда за последние годы. Один из факторов, который этому способствует – зарплата и их рост. Но в связи с появлением все большего числа кандидатов начального и среднего уровня работодатели начали снижать уровень зарплат для IT. С одной стороны, вот, если посмотреть на цифры кадрового голода, да, то места вроде как хватает всем. Но на самом деле, опять же, поскольку очень много разных позиций, на многие из них, конечно, есть определенные конкуренции, поэтому, ну, надо себя улучшать, чтобы куда-то пройти. В компаниях IT-шных самая требуемая позиция – это, ну, как бы, middle, то есть продолжающий разработчик, не начинающий, а продолжающий. А получается, пока что, наоборот, из-за такого хайпа, когда много, как бы, выпускников сразу готовится, получается, что много на рынке начинающих. И начинающим, как бы, надо продвинуться в middle, чтобы претендовать на эти работы. И тут, как бы, человек начинает думать, что ему важнее. Ему важнее сейчас, там, пытаться найти, как бы, определенные, скажем, ну, определенные деньги для себя. Либо он готов потерпеть, ну, какое-то время, зато получить опыт, который его продвинет немножко на уровень выше, и по портфолио, что у него, там, опыт работы есть, да, и по скиллам. Современные технологии развиваются настолько быстро, что в будущем могут возникнуть новые проблемы, с которыми столкнется IT-индустрия. Однако, с учетом продолжающегося развития технологий и необходимости их совершенствования, новые специалисты смогут влиться в эту сферу. Арина Арсланова, Тимур Ахметов, Универ Новости.